привет турция паром прибыл где-то около 12 в порт карасу мы выгрузились и что интересно когда мы прошли уже паспортный контроль проверили наши документы я погрузил все свои вещи на велосипед баулы сумку прошли через скан и все и я поехал дальше около трех часов я приехал сюда значит три километра где-то отъехал но несколько километров отъехал от порта от карасу и у меня пробилось колесо я остановился вот прямо здесь здесь я переночевал утром встал начал тут что-то собираться перевернул велосипед и ко мне подошел абдулла начал что-то говорить на турецком я не понимаю турецкий он совсем вообще ноль в английском пригласил меня к себе говорит пойдем накормил сделал чай дал гостинцев целый рюкзак гостинцев вот здесь тоже у меня вот полно орехов лесных орехов или фундук короче очень гостеприимный человек первый же встречный турок вот так меня принял пригласил к себе домой вот там его дом и это круто действительно оправдались слова многих туристов по турции которые говорят что турция это очень гостеприимная страна и по ней очень легко путешествовать автостопом ну или в моем случае велосипедом сейчас я буду ремонтировать велосипед и дальше двигаться на стамбул сейчас будем жарить арахис на такой буржуйки угостили какой-то такой штукой типа сироп из изюма как мне пояснил потому что он плохо говорит по-английски а я не понимаю турецкий очень вкусная штука очень сладкая сейчас ставим арахис вот сюда специальная такая штука для боржуйки и сейчас будем будет тепленький жареный арахис тут целая куча таких мочалок и абдулла все-таки выбрал мне чуть поменьше и я возьму чтобы не обидеть человека я возьму а потом уже решу что с ней делать классные таки натуральная мочалка я поменял камеру велосипеде и собрался дальше в путь палатку мне помогал собирать мустафа сын абдуллы это полная подстава друзья я только отъехал от места дислокации где ночевал несколько километров и снова спустила колесо пробилась или что в чем проблема я не знаю то ли она не выдерживает груз то ли есть в камере в покрышке точнее какой-то острый предмет который пробивает камеру потому что я поменял новую камеру перед этим и снова спустила полностью колесо и дождь начинается к тому же два раза менять камеру за час это жестко и жестоко а три раза менять за ну допустим за полтора часа это еще более жестко и вот сейчас опять камера спустила опять пробилось колесо и я не знаю что делать я немножечко подуныл потому что у меня уже последняя камера новая придется ставить заплатки как они себя поведут я не знаю я пересмотрел покрышки пересмотрел спицы все вроде бы нормуль в покрышке нету никаких больше не было никаких больше острых предметов то есть тот что был один я убрал и спицы вроде бы не пробивали и вот я сейчас опять посередине дороги и погода скверная с дождиком и я не знаю что делать сейчас буду что-то пытаться ремонтировать может какую-то заплатку со стороны покрышки поставить но я не уверен точно где это пробивает поэтому я честно говоря не знаю что делать я вычислил причину смотрите маленький кусочек стеклышка причиной моих бед вот опасно как проезжать по стеклышкам а еще наверное надо иметь более толстые покрышки я когда приеду в какой-то большой город стамбул или может другой то постараюсь может быть я не знаю поменяю покрышки на более толстые или более с большим протектором вот такое маленькое стеклышко и из-за него я уже третий раз за полтора часа меняю камеру и сейчас заклеиваю надеюсь что получится такие милые собачки встречали и провожали меня в каждой деревне по несколько раз всю дорогу из карасу в стамбул прямо сейчас за кадром за мной гонится настоящий бульдог и тут я узнал свои настоящие спринтерские способности первые два дня пути для меня это была большая проблема я думал что я поседею от этих собак но потом я понял как с ними надо обращаться на них просто не надо обращать внимание просто игнорировать их мой второй ночлег в палатке по дороге в стамбул выдвигаюсь стамбул то которого еще 150 километров если в обычном режиме по нормальной дороге более-менее ровной я теоретически мог бы проехать это расстояние за один день то здесь очень большие перепады высоты то вниз то вверх дорога идет и это расстояние эту дистанцию надо делить на три то есть скорее всего я сегодня никак не приеду до стамбула вот этих 150 километров а мне надо будет еще ну как минимум два дня может быть и больше я не знаю какая там дальше дорога но вот по опыту вчерашнего дня то я проехал меньше 50 километров сегодня я конечно выехал уже собрался чуть раньше может проеду больше но все равно вот надо учитывать что если мы рассчитываем в турции что проедем вот это расстояние там за столько то то надо примерно еще добавлять два-три раза запас только что меня остановили полицейские спрашивают типа куда еду но они английский не знают я турецкий не знаю и мы так на пальцах как-то объяснились я сказал что в стамбул к другу к друзьям дали мне маску дали мне маску сфотографировали меня и все и поехали дальше чтобы хоть как-то залечить душевные раны после всех этих неприятных историй с пробитыми колесами я решила немножечко порисовать увидел красивый сюжет и нарисовал дальше была третья ночевка в палатке у меня опять какой-то раз уже пробилось колесо 4 5 и 6 раз уже прямо перед самим стамбулом больше всего напрягало то что каждый раз надо складывать все баулы сумки палатки и так далее на велосипед я на окраине стамбула вот метро стамбульское и к сожалению не было указателя знака что вот это стамбул потому что мне кажется что никто не знает где он начинается и где он заканчивается сейчас первоочередная задача это найти сим-карту с интернетом и что-нибудь покушать и дальше двигаться в центр слава богу в итоге я благополучно добрался до стамбула жил там неделю в гостях по каутсерфингу у баха который из египта смотрел святую софию вдохновлялся рисовал святую софию было очень много всяких приятных моментов приятных знакомств хороших людей друзья подписывайтесь на канал художника путешественника дальше я отправлюсь на юг буду показывать вам много интересного ставьте лайк делитесь друзьями мне очень важно ваша поддержка